Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к Эфессианам святого апостола Павла. И сегодня перед нами вторая глава, стихи с 4 по 10. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Бог, богатый милостью по своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы — его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня перед нами послание к Эфессианам святого апостола Павла, вторая глава, стихи с 4 по 10. Очень интересный и богословски насыщенный текст перед нами. Апостол пишет, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Речь идет о Божьем милосердии, не о Божьем правосудии, а о Божьем милосердии и о Божьей любви. Потому что если судить нас по справедливости, то каждый из нас не заслуживает Царствия Небесного. И далее этот тезис очень важный, вот эта тема справедливости. Потому что правда Божия — это не правда человеческая. Правда человеческая, она всегда носит некий такой, знаете, в обширном глобальном, таком философском смысле, политический аспект. Наши интересы, нашу историю и так далее. Потому что справедливость у каждого может быть своя. А вот правда Божия, она отлична от всех, и она действительно сложна, постижима. Но самое главное, правда Божия — это правда божественной любви. И что Бог верен своим обетованиям, что если он обетовал Авраама, что в семени его спасутся все племена земные, то так и будет. Соответственно, Бог возлюбил нас. И вот из этой отправной точки нужно смотреть на новые отношения с Богом, которые обретаем мы в Новом Завете. В новом договоре с Богом, да, завет, завещание, союз, договор. Соответственно, мы с Богом в новых отношениях, вот новый договор у нас, который построен не на справедливости, а на любви Бога к человеку. Но опять же таки, любовь не подразумевает отсутствие каких-то рамок и правил. То есть любовь подразумевает определенные требования. Любовь Божия к человеку. То есть наши отношения, они не безусловны, они обусловлены какими-то вещами. И вот о чем идет речь. Значит, Бог нас так возлюбил, что нас мертвых по преступлениям, да, потому что вот сейчас уже терминология закона. Есть закон, заповеди ветхозаветные. Их больше, чем 10, больше 60 раз. Соответственно, если я приступаю одну из заповедей, неважно нравственного характера или ритуального, обрядного характера, то я по закону подпадаю под проклятие. Это называется клятва закона. Соответственно, мы, все человечество, находилось под этой клятвой закона, потому что закон исполнить нельзя. Сам апостол Павел об этом пишет в послании к Галатам, например. Соответственно, мы не исполняем закон, мы его приступаем, и самим же законом становимся преступниками. То есть замкнутый круг, и мы находимся под проклятием закона. Это наводило на мысль и понимание, и пророки до этого доходили, и Бог открывал, что придет спаситель, который из этого порочного круга вырвет человека любовью своей. Так вот, это и происходит. Мы мертвы по преступлениям. То есть приступивший закон повинен смерти. Поэтому мы под клятвой закона, и мы по преступлениям мертвы. Соответственно, нас мертвых по преступлениям. Господь через свою любовь ожитворился Христом. Очень важно. Благодатью вы спасены, говорит апостол Павел. «Любовь равно благодать». Из любви Господь посылает Сына Своего Единородного, и Он Своей крестной искупительной жертвой искупляет наши все грехи. И мы благодатью спасены. И более того, Он совоскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть потенциально человеческая природа, воскресшая во Христе Иисусе, Господе нашим Спасителе, она пребывает в чертогах небесных, в небесном царстве, на престоле, одесную, престола, славы, царстве небесного Отца. То есть отец и сын на престоле, да, тождественность. И там уже не просто Сын, но там Господь Иисус Христос, то есть человеческая природа. Поэтому и говорится, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть мы во Христе имеем потенциально вот этот доступ на небеса. Теперь они нам открыты через Христа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар. То есть мы спасены, это божественный дар. Человек не мог ничего сделать для того, чтобы Господь его спас. Потому что, во-первых, человек это творение Божие. Что мы можем дать такое Богу, чтобы он захотел нас спасти? Мы ничего не можем ему дать, но он захотел нас спасти, потому что он любит нас. Соответственно, мы можем только ответить верой и любовью. Поэтому мы спасены благодатью через веру. Мы говорили, благодать равно любовь Божия. Вот в данном контексте. Не отдел 9 стих, чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не думал, что может заслужить самостоятельно у Бога прощение без веры и без любви. Соответственно, так думали законники, фарисеи, что нужно исполнять законы, тогда ты будешь праведным в очах Божиих. Они искали праведности, а не любви и веры. Они искали таких правил, которые, не исполняя, без любви и веры, смогут, скажем так, удовлетворить правосудию Божию. Соответственно, не отдел. Потому что, когда ты думаешь, что ты что-то можешь сделать такое, чтобы Бог тебя спас, ты начинаешь хвалиться. Это уже прелесть, это уже гордость, тщеславие. Соответственно, ты в грехе пребываешь. То есть ты находишься в некой такой прелестной иллюзии, что ты можешь себя спасти. Этим грешат все лидеры различных сект, различных восточных учений. Вот это гуруизм. Когда человек завязывает все на себя, потому что он достиг просветления, он молодец. Не Бог его просветлил, а вот он достиг через определенный путь. И вот мы должны идти его путем, он нас научит. Учит только Господь, открывает себя. Мы можем только подражать своим ближним в делах любви и милосердия, а не в делах спасения. Спасает только Господь, чтобы мы не хвалились своими делами. В то же время апостол Павел говорит, что да, дела вот такого рода, законнические, они не спасают. И в 10 стихе апостол Павел возвращается к теме дел. Ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Да, дела нас не спасают. Значит ли это, что мы не должны быть добродетельны и не творить добрых дел? Нет, конечно, не значит. Добрые дела, это как раз таки и есть критерий нашей веры. Я верующий только потому, и моя вера живая, только потому, что я реализую дела веры. А Господь сказал любить ближнего, как самого себя. Господь сказал быть милосердным. Вот если я к ближнему исполняю эти заповеди, эти добрые дела, на которые Господь меня поставил, освободив от проклятия закона, вот только тогда я и верующий. То есть здесь другое качество дел идет речь. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня Господь нас благословляет и напоминает, что мы спасены Его благодатью. Бог из любви спасает и дает спасение как дар человеку. Человек может откликнуться на этот дар своей любовью, но эту любовью мы реализуем ту заповедь, которую сказал Господь нам, да, любить ближнего. И этой любовью мы напитываемся, чтобы творить добрые дела по отношению к ближнему. Поэтому помним об этой добродетельной жизни, помним об этом благословении Господнем всех нас, радуемся воскресшему Спасителю, не унываем и молимся. Помни о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч.